Христос воскресе, друзья! Я сейчас нахожусь в пределах нашей знаменитой церкви, которая построена благодаря Ерыгину, двукратному олимпийскому чемпиону, который в память о своей матери и для нас всех построил эту прекрасную церковь. Место здесь какое-то особое, я это говорю железу. И видите, как удачно я. Сегодня Пасха. А вот колокольный звон, от которого до самой души достают эти звуки. Давайте послушаем. Саяно-Шушинская ГЭС. Там вдали километров 20. А это ее как бы дитя. Маленькая Майнская ГЭС. Вот она заперла Енисей. Она же служит дорогой. И вот там, куда я сейчас показываю, там центр садоводства Сибири. Это я так громко назвал. Да, поверьте, не Минусинск, не научный, не Барнаул научный, не Горноалтайск. Сейчас я подожду, пока отзвонят колокола, которые славят Господа сегодня, в день воскрешения Христа. Наверное, это символично, что колокольный звон перебивает мою речь. Надо и о вечном думать. А я все в своем наболевшем о садоводстве. Это вот, кто-то уже из вас догадался, прекрасный куст войлочной вишни. Нет, сейчас все-таки придется чуть остановить разговор. Ждать, когда закончится колокольный звон. А пока любуйтесь на это чудо. Вот оно чудо. Знаете, в чем оно заключается? Мы сейчас в горах. Если смотреть вон туда вниз, да, вдоль Енисея, а это были даже упреки. Мол, сами же говорите, Енисей сглаживает климат, Енисей дает лишнюю влагу, которая покрывает зимой, превращается в винни, испарение. И делает буквально неубиваемыми крупноплодными абрикосами в морозную зиму до сорока. Да, есть такое дело. А теперь смотрите, где этот Енисея, где мы. Километр видите? Видите? Есть тут дыхание Енисея. Высоко в горах. Ну, не высоко, но в середине. Как бы нет. Смотрим сюда. Смотрим и удивляемся. Каковы возможности тех же самых абрикосов. Ну-ка, смотрим, что мы видим. Вот, это здесь живет священник. Это его двор. Я никогда в нем не был. Вот. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите. Вон, вон он абрикос спрятался. И вот еще. Видно, да? Видно. Красота какая. Ох, неудобно. Но все-таки показал. Влага есть, что показывать. Вы поняли, что возможности уже абрикосовых деревьев при нормальной технологии гораздо шире, чем мы можем себе представить. Гораздо шире. Вот. Вы видите защиту от ветра. Видите? Вы видите, что это западный склон. После обеда солнце вот там, куда я показываю. После обеда, да? Из запада бьют эти лучи самые жарища летом. И в какой-то степени и зимой сказывается. Все-таки согласитесь, кто знает, что на северных склонах лежит снег, а на южных склонах подснежники уже цветут. Вы знаете об этом? Какая огромная разница. Западный склон – это лучше после южного. Вот такой случай. Вот смотрите сюда. Видели? Вот. Теперь мы еще раз, получается, я с вами прекращаю съемку в этом удивительном райском саду. Да, можно сказать, в саду. Я же не всем показал деревья еще. Все-таки тут есть и дикоросы красивые.